всем привет мои уважаемые друзья давайте посмотрим в чем трудно признаться вашему мужчине я хочу спросить как на духу буквально да чем ему трудно признаться может быть есть что-то такое в его жизни что он скрывает он не хочет или не может признаться а я сейчас посмотрю для вас темная ли он лошадка например да поэтому я взяла 2 черных котов если вы не против какие важные события будут между вами происходить в чем он ну не хочет признаться да как на духу это значит как дух его с вами говорит да вот что скажет его дух по крайней мере тот момент когда вы смотрите хотя бы временно вы узнаете но судьба дала ему какие-то болезненные удары и он столкнулся с реальностью он хочет воплотить все свои желания же зловая карта это желание он хочу хотел бы смену чтобы все по-другому было сейчас какое-то опустошение у него идет он полностью выбит из равновесия карта шут да он хотел бы вот его дух он стремится к свободе до события какие-то будут возникать шута события какие-то планы до планы у него генеральские наполеоновские и события его нет не удовлетворяет неблагоприятно что-то вокруг него или на работе или между вами и ситуация у него буквально безвыходная он страдает сейчас может злоупотребляет какими-то субстанциями типа бокалом стаканом или интернетом но не может что-то взвесить решить он не верит справедливость какой-то внутренний у него раздор собой конфликт внутренний конфликт может среднего возраста или конфликту конфликт личностные у него и атмосфера вокруг него нет неблагоприятная он иногда может даже в ужасе бы до его душа в ужасе что будет дальше вот как на духу он конечно но он даже не скажет это потому что такие вещи не говорят людям да вот ну десятка меча приближается какие-то трудные моменты до опять вышла карта справедливости эти он не верит справедливости его социальный статус падает его популярность может на работе или дома падает он не испытывает никакой поддержки чувствует себя отвергнутым какие-то двери захлопывается закрываются и может материальный аспект здесь какие-то у него проблемы конечно здесь может быть что он хочет поправить здоровье он каждый раз я говорит там не буду там пить не буду лишнее есть него там это это делать но ему очень трудно у него слабая сила воли очень болезненно все происходит у него он чувствует себя обессиленным до обессиленным буквально и ведь и двойка меча говорит он не знает какую сторону идти он не знаю что делать он не хочет отказаться от того что он сказал вам или то что сделал ну как бы и стыдно и с другой стороны он кого чувствовать неловкость что открылось все что у него в душе в душе у него много темного непонятного такого да в общем он сам собой в раздоре и с вами может быть в раздоре и здесь сыграла роль его прошлое может быть детство или кармические какие-то узлы а может даже и третье лица влияние какое-то влияние он гонит от себя мысль что там мы в моей части тикают время уходит у мужчины очень сильно боятся этого до чего там не будет как нужно вы сами знаете о чем я говорю да но за чувствует изгоем или в семье или на работе или в том месте где он живет в том государстве где он живет в общем однозначно мужчина в раздоре со своей душой до нехорошо ему сейчас это потеря вижу да да семерка пентакли ведь знаете как бы удача закрытого здесь удача от него отдельно он как бы нащупывал что ему нужно делать чтобы там денег заработать устроить вашу жизнь чтобы вы не боялись будущего не боялись бед бедности он хочет но он не знает как подступиться он не знает как подступиться есть вот такая ситуация патовая понимаете какие-то все важные события происходит вот золотая клетка а он как бы вне этих событий он 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 не видит возможности справить ничего человек не уверены в себе обычно люди не уверены в себе они агрессивные его реальность она связана с тем что он везде видит опасность угрозу переживает волнение смотрите третий раз выходит карта справедливости чем это говорит вообще о том что вы знаете он говорит справедливости вокруг нет но он сам не справедлив к людям он сам как говорят full of himself он знаете подумывая часто о том что ему нужно все поменять начали с нуля но не знает как он сам не справедлив к вам а ищет справедливость вот интересно что люди которые сами не справедливы к другим обычно чаще всего говорят что мир к ним не справедлив да такое может быть да и у него чувства к вам ой пятерка пентаклей он собой недоволен они вами до недоволен своим финансовым положением у него недостаточно ресурса у него нет нет энергии нет ресурса и он чувствует себя каким-то человеком который говорит вот все идет мимо как бы там деньги я здесь он не может достичь вот этого достатка не может какие чувства у него в основном с деньгами связаны они с вами да у него вот приоритет это быть успешным заработать на него не получается он себя загнал ну как то видите какие выходят загнал себя в собственной иллюзии опять двойка меча я у меня этот расклад этот я карты возвращаю в колоду что была полная он сам себя загнал в угол не может сам собой договориться и я вижу здесь позицию жертвы потому что как бы между двух огней у к и теряет возможные потери все время говорит о потерях каких-то до хочет ситуацию уру урегулировать но не выходит двойка меча он не может урегулировать ситуацию его положение шаткое довольно шаткое и на работе может быть и дома может быть шаткое положение но двойка меча шаткое положение да она хочет он конечно да он очень очень амбициозный человек карта солнца карта солнца говорит что если не успеха для него все серьезные препятствия вокруг ограничение если вот не стопроцентный успех значит катастрофа он такой катастрофичный до человек серьезно не видит не видит выхода потому что он хочет или все или ничего никакого компромисса никакой договоренности с вами судьбой там с близкими он с детьми он нет он бескомпромиссно он просто на рожон вот такой он да такой человек до шестерка жезла но хочет быть победителем во всем и в собственной семье и на работе и везде хочет быть победителем вот инициатива вся от него должна исходить как он сказал так и важно быть вообще вы со сложным человеком живете но сложных вы обычно любим больше всего да он фантазиях и иллюзиях но и в то же время знаете как вот этот влюблен по собственному желанию помните в иллюзиях но он интересен там генковский помните вот это из этой оперы карта умеренность видите какие карты выходят до старший аркан и сложные карты выходят у него сложная обстановка он не может добиться фокуса у него нет ведь это фокус на главном умеренность да он не знает чего он хочет на самом деле потому что хотя денег это ничего не хотеть он не знает для чего то ему надо он не понимает да вот эта карта умеренность на четко показывает что нет в жизни у него порядка просто вообще вообще никакого порядка нет о чем здесь можно говорить нет порядка но что-то будет меняться потому что умеренность просто так не выходит между вами что-то будет меняться либо состоится какой-то разговор интересная да я здесь вижу что вы или встретитесь до солнце опять встреча будет у вас встреча будет обязательно и в рамках этой встречи солнце вы сможете может быть удержать друг друга до удержать вашу пару и начать новый этап солнце это новый этап вашей жизни можете удержать друг друга опять вышло солнце посмотрите видите как карта до потрясающе да а солнце это границы вашего счастья да это это границы как бы вы отделены от мира вот вашей любовью да это это союз такой где любые удары судьбы они вас не затронут потому что солнце дает защиту защиту от негатива но удары судьбы были и вот это солнце он чувствует что закатилась видите какая у него тягостная ситуация на душе какая-то тягость какое-то недовольство какая-то печаль несмотря на то что солнце но здесь паж меча он как бы постоянно в защите он постоянно защищается упрекает я вижу здесь может расстройство личности какой-то у него есть да на самом деле ему должно сейчас вести а у него паж меча тут разочарование чем-то он удручен постоянно вот обычно кстати люди у которых сердечная болезнь скрытая бывают удрочены конфликтные такие люди да да ну иерофант это конфликтный человек который знаете пассивно агрессивные очень серьезные проблемы со здоровьем может быть иерофант и паж меча могут быть серьезные проблемы со здоровьем него а он не знает об этом такое может быть вполне а вы догадываетесь да ну что он как-то странно себя ведет последнее время он просто но другой человек и не в лучшую сторону я здесь вижу хотя шанс у него возродиться есть опять вот эта десятка меча что я могу сказать в этой карте но он вот погряз погряз в своих все то сетует своих претензиях и к жизни к вами ко всем всегда недоволен десятка меча карта очень сложная она говорит что он вот стучится в ту же самую дверь и он упрямый и настырные не понимая что раз дверь закрыта нужно поискать где-то в другом месте потом вот уперся в одно и все он судьбой играет как в рулетку и все время где-то какая-то критика все время еще какое-то странное решение как бы хочется работать работать не хочет например потому что с деньгами опять картоумеренность хочет как бы улизнуть хочет как-то снять себя ответственность да вот такой он двуличный какой-то какой-то в какой-то кому-то понимание избегания у него хочет избежать ответственности да вот такой какой-то он весь а когда мы что ли ну не хорошо-то говорить дома ну вот себя ведет как бы хитрит другими словами до хитрит хочет чтобы мимо все прошло у него были деньги ему за это ничего не было примерно вот из этой оперы вообще такой хитрый хитрый субъект она мои любим хитрых мы таких просто кого и не любим закручена на все в голове да но между вами будет разговор солнце все-таки солнце вышло прояснение будет что-то прояснится ну да он придет в темном состоянии духа он придет в плохом настроении вот может быть такое здесь до восьмерка меча и скажет все против нас все против нас на третье лица влияют или обстоятельства от вас независим может вы в разлуке теперь вы уехали может вы в озюле где-то в германии да вам нужно переждать но он вас упрекает вот здесь упреки потерял контроль полностью человек над собой боится чего-то жизнью вы довольно безрадостно это смотрите к это пещера безрадостная жизнь у вас здесь дальняя поездка потому что солнце дальняя поездка вам а ему нет он с как-то он он стак он застрял застрял в прошлом или же в своих страхах нет ресурса у него совсем застрял вот такая такая вещь застрял буквально да но он ждет встречи он хочет чтобы его спасли эти это туча аж вот несмотря на вот эту всю гамму его переживаний он вас любит нужна ли вам такая любовь это вам делать вывод а здесь просто как вот по нотам его по полочкам разложили да да будет ли между вами счастье ну по тузу чаш возможно во всяком случае он попробует и вы попробуете потому что страсть я вижу страсть есть шестерка пентаклей ваша щедрость вот вы знаете сами себе навредили тем что вы слишком щедрик нему вы многое прощаете вы очень щедрик нему вы находите в себе силы постоянно постоянно какой-то надрыв через себя до переступить через себя вас как мама научила вы очень щедрые вы сейчас вырвались из этой жизни у вас не было и раньше хорошо парик нет не было и деле никогда теперь вообще разные вы даже в разных странах можете живете понимаете может выйти там она на лазурке с детьми или где-то в германии в озюле а он остался сзади ну и что ну и что чего вам ждать вам нужно дальше жить до чего вам ждать вот за вот за поин какой смысл ждать да вы хотите дальше двигаться вы его переросли восьмеркой чаши знаете расклад как бы дает вам освобождение какой-то на обязанности которую вы сами себе навязали вы навязали себе обязаны что вы ему что-то должны вы нему ничего не должны может он вас как-то так знаете такая ситуация как бы обвиняет да он вас как бы обвиняет вы чувствуете какую-то обязанность постоянно перед ним перед всеми вы всем ко всем что-то должны детям должны ему должны родителям должны постоянно кому-то что-то должны конце концов забыли о себе до император вы себе говорить уговаривайте себе он мой император он не по судьбе вы себя уговаривать ну что когда-то была страсть когда-то было понимание может это было только три месяца или три года кого как но вы себя уговариваете что он ваш император вот в этом ваши проблемы да а он уже давно не император он вообще рафантом стал просто замучил вас угнетает я вижу что он вас угнетает и даже если вы в разлуке он как-то ухитряется через расстояние вас угнетать понимаете может эти разговоры редкие когда вы говорите по телефону но вы чувствуете тяжесть после этих разговоров вам хочется обнулиться сбросить это все уехать куда-то или вы уже уехали хочется начинать с нуля и здесь да но так и есть видите карта верховная жрица выходит вообще расклад шикарный да да человек тяжелый да нужно посмотреть правде в глаза чтобы двигаться дальше такие карты вышли то что могут сделать понимаете такие карты вышли мои дорогие да мощная карта вышли а вы верховная жрица здесь вы проходите как человек который ну вы переживали переросли вы чего который перерос эти отношения вам больше не нужно не император не ирофант вы сами с усами а что он императоры и ирофант он хочет дальше ездить за ваш счет на этой карте он хочет дальше ездить за ваш счет кататься за вашу да на вашей энергии вам больше не нужен вас вы понимаете что вы это все переросли вам хочется пустить свет очиститься от его вот вот этой темной душе какие-то темные струны души вам нужно очиститься от всего вы готовы к этому вам вот это гнетучее состояние надоело но это как на духу мои дорогие здесь из песни словно выкинешь понимаете может молчанка между вами но это как на духу он об этом не скажет он он не сможет это сказать это мы просто душу его с вами просканировали и вот эти две две последние карты показали что вы готовы идти дальше жить дальше понимаете вот такая вещь мои дорогие вы готовы вы говорите жизнь проходит я хочу радость какую-то получаете хочу счастье получать жизнь это проходит вы сами себе говорите жизнь это проходит а я вас и угождаю этому императору это мира фанту сколько можно сколько можно он вот этим не соседит как вампир по капельке пьет вашу энергию кровь зачем это вам надо все вы готовы к этому решению понимаете я давала разные варианты мои дорогие каждый себя где-то узнал что-то почувствовал да ну за ваш счет больше он не будет ездить на вас ведь все вы умненькие благоразумненькие все вы все вы у меня верховные жрицы которые готовы для своего счастья расклад вас освобождает знаете потому что подселенец чаще всего это самый близкий человек подселенцы это самые близкие люди есть и здесь этот мужчина проходит как подселенец у вас так что освобождаетесь от его гнета вот так мои дорогие такой расклад на мой взгляд очень правдивый как у меня все расклады каждый момент распаду что-то новое показывает разные расклады по-новому позволяет вам увидеть ситуацию это анализ вашей ситуации показывает то чего не видно я узнаю по комментариях что именно каких фрагментах расклад проигрывался вы складывали в свою картинку мира и это помогало вам делать правильные выводы и принимать правильные решения с пользой проводить досуг но я с любовью к вам ваша лена из канады здесь ванкувере приходите ко мне мы в духе все с вами и в духе его просканировали мы с вами в духе мы с вами по-честному этот 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 здесь вы можете открыть душу потому что здесь вас никто не осудит здесь вас поймут я вас понимаю не желаю вам счастья и знаю точно что скоро увидимся карты символон и я хочу посмотреть тему что происходит вокруг вас откуда придут новости от друзей или от кого-то другого и что это будут за новости приглашаю вас на расклад откуда придут новости и что это будет за новости да вот такой такая тема загадывайте свои временные сроки расклад всегда актуален в тот момент когда вы смотрите и расклад открывает всегда правду чем конкретнее вопрос тем конкретнее будет ответ итак откуда же придут новости видите пустая карта значит оттуда откуда вы не ждете это может быть какая-то манипуляция это может быть попытка активно противодействовать вам а это может быть какая-то новость которую вы не ждете это ним не обязательно плохая это может быть хорошая новость тот кто нам противодействует обычно помогает нам стать на ноги и бороться за свое место по солнцем да а вот эта карта того что ваше окружение пока закрыто и это может быть тоже вы работаете на износ да может быть вы в губительной для себя обстановки сейчас потому что вы активно пробуйте понять ваше окружение но вы его не понимаете и что-то вот варится до в собственном соку потому что это карта алхимика что-то происходит вы пассивный может быть а можете активно потому что пустая карта говорит что что-то кипит вот в этом котле у алхимика бурлит кипит и даже где-то клопочет да вот но вот так да кто что-то теперь происходит что-то происходит где-то может какие-то деньги происходят кипят дам бурлят эта карта времени эта карта времени она говорит что сейчас то самое время нужно для вас время чтобы расставить все точки над и и и заключить выгодное какое-то партнерство соглашение для семьи для работы может быть присоединиться каким-то светлым силам которые вам помогут да какие-то проводники высшие силы какие-то покровители высших сил до в этом раскладе присутствует карта времени так что сейчас то самое время когда ваша судьба решается видите особенно относительно личной жизни это исключительно вас касается тех кто пришел на расклад вы сейчас делаете важный выбор и вы не знаете куда идти пустая карта говорит что вы может стоите на распутье на развилке и вы нету не удовлетворены тем что происходит сейчас вокруг вас где-то у кого-то какой-то или тупик или же вы не можете принять решение потому что не видите лучшего варианта ну вот какая-то может быть серьезная фигура вокруг вас в ведь и принимает важное решение за вас а потому что вы медлите медлить нельзя и последствия будут какие ну здесь видите здесь какое-то противостояние вас ожидает какое-то противостояние с кем-то и на работе или дома кто-то хочет вам что-то сказать какой-то как сделать такой statement заявление до в одиночку вы это не решите в одиночку вы это не решите ситуация может быть тупиковая у вас сейчас может на работе безвыходная ситуация или еще какая-то да вы боитесь упасть до вы держите равновесие еле-еле и с кем-то вы должны объединиться чтобы решить эту проблему вы сами знаете о чем я говорю может ли кого-то так покажутся загадки но когда вы поставляете свои вопросы очень конкретный получается расклад до что вы теперь хотите найти равновесие им хотите сделать умное решение но ситуация непростая ситуация накаляется видите может быть даже у кого-то ситуация патовая потому что что-то варится бурлит но вы не понимаете что это и вы просто боитесь делать ошибку выпает боитесь упасть какие-то встречи будут будет какая-то поддержка будет какое-то партнерство даже может быть встречи любви или работы давите так как есть так и сказала вы сделаете какой-то шаг решительный вот громкое заявление своему партнеру или на работе и может быть сами себе сделайте себе такое громкое заявление там было так и не буду иначе да и вот вам уже надоело тоже может быть ваше бездействие или вам надоело то что что-то не движется никуда вы боитесь что над вами будут смеяться или вас не поймут или вас не оценят или вас не примут всерьез вот это может быть вы боитесь что вас не примут всерьез что над вами будут насмехаться или на работе или в доме что вас будут ну недооценивать в этого боитесь из-то ситуация потенциально может быть хорошая но она вам видится как опасная чреватая видеть чреватое каким-то разочарованием может быть вы боитесь чего-то может вы боитесь что вас кто-то обидит или вас уже обидели и вам нужно действовать вопреки вот здесь я вижу действовать вопреки нужно потому что вы последнее время просто понимаете кто есть кто это максимальная эффективность понимания вашего окружения да и вы действовали строго по плану но этот план у вас провалился может быть на работе или в семье вы решили действовали строго по плану потом поняли нет и где-то вы с кем-то на ножах да и вы сами как на острие ножа или дома или на работе или вообще по жизни вам нужно уравновесить ситуацию это вам необходимо сделать потому что это противоборство вам уже надоело вы просто хотите отдохнуть вот это противоборство чрезвычайно противоборство вам просто надоело вы очень хотите отдохнуть и в данной ситуации отдохнуть не получается понимаете не получается по той причине что все навалилось и вы как бы в ответе и вы все должны решать и вы опасаетесь лишнее сказать лишнее сделать такое долгое мучительное противостояние с кем-то из домашних куда конфликт или на работе я вижу здесь конфликт который вас уже обесточил ваше пространство вас обманывает карта обмана они делают то что им выгодно и вы видите все их недостатки вы понимаете что они хотят и чем больше вы их понимаете тем вам как-то все грустнее и грустнее становится потому что вы понимаете что они хотят вами управлять они хотят вами управлять да а это управление него мне не нужно потому что вы хотите войти в свою силу как королевская карта да и вы понимаете эту другую сторону тех людей с которой которые с вами противоборствую как бы рефлексируете иногда да ну обдумываете все может быть в результате моего видео вы обдумываете вы хотели бы поступить дипломатично вы хотели бы никого не задеть не обидеть но него не выходит ваше достоинство задели и вам вот в этом направлении куда вас толкают не хочется двигаться я вижу даже на вас какое-то давление идет может ментальное может даже силовой какое-то давление на вас идет понимаете интересный расклад да вы себя нашли в ситуации немножко как бы тупиковой нужно задуматься здесь непростая ситуация сложно ведь и вы хотите выбраться вот какая-то карта шута появляется вы хотите спокойной жизни свободы от всего этого что вас окружает вам надоело вот эта игра игра ваших близких вот эта игра вам уже надоело вы хотите от них честного попить поведения но это наладится обязательно не так просто не так просто потому что это же не только от вас зависит да вот по этим картам так выходит что вы хотите свободу от этой королевской свободы что хочу то делаю и вы хотите пойти на контакт более честный может быть сейчас идет речь когда вы слушать этот расклад о любимом человеке или на работе вот эта карта может быть начальник неприлично недостойный или мужчина который вас обидел конфликтная ситуация понимаете очень конфликтная это буквально вампир какой-то искуситель обманул вас может на деньги попались может быть попались просто доверились вот и все вы доверились и с вами конечно поступили нечестно вот такая информация мои дорогие вы понимаете сами о чем здесь речь правда вот такая информация у вас есть конечно план и у вас есть тоже обязательства какие-то которые вы должны выполнять хотите вы этого или нет потому что полная свобода есть вы вижу вы не получите может быть обстановка тяжелая до такой степени у кого-то не у всех у кого-то в доме что вы просто как вот эта спящая красавица просто закрылись от всего не хотите слышать их больше что они говорят одно и то же они вызывают вас на скандал тяжелые конфликтные люди которые хотят контролировать вас и идет разрушение того что вы хотите потому что они хотят чтобы вы двигались в их направлении вы как на на каких-то раскаленных углях с ними на одной территории вам трудно жить в на раскаленных углях потому что все время какое-то напряжение или в доме или на работе что у кого мои дорогие более более глобально во всех направлениях вы чувствуете что был упадок не хватало вам ни денег не хватало непонимание среди родных не хватало или же близкие да и вы просто устали положение на усугубилась некоторые скажут даже бедственное положение но я здесь не вижу бедственное положение вижу просто что вы готовы действовать да может быть вы понесли какое-то потрясение какой-то какой-то хаос такой тяжелый хаос разрушилась и вы перенесли какое-то потрясение и обнаружили себя как бы в пустоте ситуация была вначале взрыв взрыва взрыва опасная а потом видите что делается и вампир и искуситель у вас вас обманули запутали вас заставили делать то чего вы не хотели или ехать туда куда вы не хотели вам сейчас нужна какая-то встряска чтобы подняться вот с этой гробницы и начинать шаг за шагом восстанавливаться вам нужно восстанавливаться да потому что буквально по крупицам выпили за всю энергию пробили вашу аура я здесь здесь вижу абсолютно недостойные элементы третьи лица или более масштабные элементы буквально пробили вашу ауру вот и все и что вам теперь делать да что вам делать какие возможности откроет жизнь ну клетку нужно открыть эту до клетку можно выйти из этого состояния серьезной тяжести и зависимости вы от кого-то зависите от зависите может быть знаете есть на лазурке живут вот жены с детьми на это пример привожу не обязательно чтобы мужчин которые обеспечены мужчины до наших прошлых советских параметрах реалиях они там ну теневые деньги зарабатывают всякие полу теневые или теневые а вот там просто армия таких женщин живет на лазурке во франции может быть где-то монако а они живут с детьми а у них нет ничего своего они полностью зависит от мужчин и они всего боятся вот у них такое застывшее состояние какая-то тяжесть неопределенность от себя ничего не зависит вы устали но я не говорю что вы обязательно такой человек но я вам тоже хочу помочь чтобы вы нашли себя какой-то компьютерный курс взяли как-то чему-то обучались вышли из этой зависимости от мужчины понимаете потому что если у него все деньги кончатся или у него деньги отберут или же он потеряет все деньги потому что у него полу теневые деньги вы можете быть из любой страны из россии украины казахстана узбекистана вот на лазурке с детьми или же вы может быть беженец украины в германии и вы на пособие живете вам очень тяжело ведь вот эта карта говорит что вот эти все события так тяжелое явление какое-то понимаете как которая перетрусила все это крайне редко бывает так ну вот нам бы положить в такое тяжелое время эта карта говорит что мы сейчас с вами вместе выбираемся из этого положения зависимости если вы зависите от своего мужчины например у вас деньги есть или например вы беженец германии где-то в озюле вы зависите зависитесь от совершенно небольшого даже можно сказать маленького пособия для беженца вам очень тяжело или вы может быть давно вы миграции он как до сих пор себя не нашли сейчас вы сможете сейчас то самое время когда вот эта карта символон да она говорит что сейчас нужно вдохновиться то самое время начинать себя воссоздавать по частицам находить свое место в жизни потому что опираться на мужчина наше время это ну это невозможно видите как бы отделить себя эта карта сепарации до отделить себя от того что является как бы надежным тылом да но с другой стороны совершенно ненадежным кажется надежным кажется единственным возможным вариантом но расклад показывает что то не это не хороший вариант потому что зависимость и как бы вы не видите выхода чтобы для себя что-то сделать до чтобы свои деньги были чтобы знаете свои какая-то специальность свой какой-то доход а вот вы как снежная королева застыли и вы живете в страхе вы можете жить в канаде вы можете жить вот с мужчиной да например или с мужем или разошли с одним за другой вышли замуж он оказался хуже первого да вот в чем дело вы не притянули эту ситуацию вы просто попались как говорят под под раздачу и вам нужно вытягивать себя из этого помаленьку вас осуждают многие о да осуждают многие потому что они не понимают что нельзя других осуждать что вы уехали в этом предатель или вам легко все дается потому что там вы красивые или за богатого вышли ли еще что-то ну знаете не обращайте внимание те кто осуждают несчастные люди абсолютно абсолютно несчастные люди на них вообще не стоит ну никакого внимания уделять вот это противоборство которое идет у вас между собой нужно его победить и даже тот человек который вроде бы вам деньги дает на жизнь он является вампиром для вас потому что пока вы полагаетесь на его что-то он вами руководит он вами управляет он может вам диктовать где вам быть как вам жить он вами партнер подобрал и все и в общем это эта дорога в никуда такой расклад по моему очень серьезные но выжить очень трудно сейчас очень трудно расклад показал очень многое вот он показал конечно карты показывал и мы видели да он показал главное что вы на правильном пути и что-то маленькое по чуть-чуть начинаете что-то изучать это свои таланты вспоминать где-то себя проявлять это сейчас очень трудно ресессия но там закончится террасе сессия скоро и вы найдете себя и все будет хорошо но со временем со временем устроитесь там где вы сейчас или на новом месте или может вы давно приехали но до сих пор не устроились на на его какие-то подачки до живете или или на съемном жилье на его подачки ваша жизнь замерла вы понимаете что вы молоды вы молоды прекрасны и это все проходит до но вы себя не реализуете вы не находите потому что вы не знаете что делать он вами руководит такое может быть да какая-то золотая клетка но выходит такие карты вы задумали сейчас и вроде золотая клетка на самом деле она для вас хуже такой темной пещеры где вам очень тяжело принимать чьё-то вы еще знаете что она может быть не совсем законная но может быть где-то какой-то аллергии 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 где-то или же например вы принимаете пособие в германии вы знаете что пособие это а это временно на пособие можно только временно пока вы на пособие я вам советую находить себя даже пульс нуля вот у нас например в канаде сейчас минимальная минимальный в речи в мином в речи то за час 18 долларов почти 17 уже 18 до 20 доходит вот то есть инфляция сумасшедшая когда мы только приехали в канаду так минимальная минимальная зарплата была 650 по моему это был какой год еще давно очень было 650 долларов в час а сейчас уже почти до 20 доходит представляете инфляция да и поэтому вот как деньги как их где-то отложить или или его деньги или же пособие не отложишь нужно иметь профессию в руках чтобы пока дети маленькие обучать ищем вот если вас дети маленькие находите свой какой-то источник дохода находите свои какие-то возможности заработать для себя пусть помаленьку пусть со скрипом пусть пока немножко до пользы же в кафе боже мой где-нибудь но лишь бы ты лишь бы среди людей лишь бы интегрироваться лишь бы не сидеть и вот не вариться в этом соку с другими например рефьючи с другими азюлянтами или с другими это женами этих богатых мужчин кто там на лазурке кто когда вот чтобы этого не нужно вам потому что это это тупик это тупик время очень сложная но прорвемся выживем совет хочу взять для вас видите тяжело сейчас тяжело всем тяжело и и магическое влияние сейчас распространено и трудно себя найти потому что людей много и все хотят заработать все проявляются а вот возможности мало но это не значит что ее нет потому что вам же не надо сто работали ты еще вам нужно одну работу и вы ее найдете пусть она даже будет ней ну как бы не достойно вас то есть ниже ниже того что что вы умеете или можете или но ниже вашего достоинства да вот смотрите видите здесь в клетке темница темница кажется что вам нужно угождать кому-то вам нужно угождать это не жизнь вам нужно выбираться и выбираться на свободу карта очень говорящие до символон они очень сильно показывают ведь и вам вам нужно выбираться на свободу потому что так как было уже не будет больше и знаете новости откуда придут но новости приходят из моего видео прежде всего до новости может придут из того места где вы есть может какую-то визу получите наконец-то вид на жительство здесь и сможете спокойно путешествовать по миру новости может придут от работодателя и тоже узнать из себя самой что себя больше не нужно гнобить потому что мы себя сами гнобим и этим сами себе мешаем новости могут прийти от ваших предков вот нежданно-негаданно во сне вот так вот нежданно-негаданно я даже наверно называю видел нежданно-негаданно придут новости нежданно не га дано вы поймете свои окружения вы поймете что с этим делать до нежданно негаданно то да да и начнете что-то строить что-то знаете создавать свою какую-то империю создавать свое какое то делал пусть даже с нуля пусть даже начале только хобби пусть чуть-чуть сейчас много возможности есть компьютерном в помощи а тоже только нужен там бухгалтер и все если вы на западе нужен бухгалтер поскольку если для себя работаете а вот ну не сразу в начале по чуть-чуть по чуть-чуть а потом вот так уже да а так все можно самому вот и вы будете свободная птица откуда новости придут вы знаете вот этот высшие силы это покровители высшие силы покровители нам указывает на наши таланты пока мы же детки маленькие ли вы устраиваете даже если вы пенсионер и вы беженец а маленькую по маленькую начинаете что-то делать знаете как японии они работают до 100 лет они не не хотят на пенсию они даже может быть работают на какие-то небольшие деньги но приносят пользу обществу это хорошо это значит вы нужны это есть желание жить встали утром знаете что нужно что-то делать да вот по маленькую что-то вам нужно делать да и в книге жизни это записано вот вы может сетуйте на то что вам приехать пришлось переехать начиная с нуля но это такая ваша книга жизни вас сейчас обвиняют сколько мне говорят вот я как 16 года на youtube не говоря что я там с радостью я уехала я же еще и советского союза уезжала еще свободной украины не был а вот хочу советский союз радость зарадила зарадала но я я его не я не хотела никогда этого я хотела свободной быть от этого всего у меня в моем астрологической карте рождения в девятом доме написано что я буду жить за океаном понимаете так что кто вам кто он вообще на лазурке живете или же в германии где вы живете в канаде кто вам кто вам судья никто начнете помаленько устраиваться главное не зависеть в этот мужчина если вот он не с вами ну как бы он вам квартиру снимает это ведь кажется все нормально пока молоды до молодость проходит и таланты они затухают если мы их не используем ведь эта карта вот духовная карта духовная карта вот найти в себе это золото найти себе свой талант это нужно делать с молоду конечно знать на что вы способны вот и где вам жить а жить можно вести по миру жить можно везде по миру где на что хватает денег знаете некоторые живут в таиланде потому что там дешевле во вьетнаме кто где живет но я лично не не жила бы там потому что там нет инфраструктуры я бы лучше жила в странах где хорошие интерес инфраструктуры да но это так я говорю а вы живете там как где вам угодно где вам лучше ну вот такой расклад на мой взгляд очень информативный многое показал многое открыл опять вышла эта карта если повторяется карта это говорит расклад говорит ну все сказали все сказали не сидите не ждите вот это мне вам предупреждение такое не сидите не ждите начинаете двигаться начинайте двигаться к своей цели обязательно а потому что пока вы ждете вы теряете связь с не нить вот это да потому что каждый момент наши предки и кураторы рода высшие силы они дают нам покровителей которые нам открывают наши наши способности наши какие-то таланты чтобы реализоваться нужно обязательно реализовать таланты не сидеть не ждать обязательно ну что человек реализованный он ему интереснее жить а вот и напишите мне в комментариях какой вы талант свой хотите попробовать реализовать ну да все не рушатся сейчас это может быть вы сейчас одна семья того что вас на 7 и рушатся понимаете сейчас другое время сейчас другое время и то что разбилось склеить можно но он там уже шрамы понимаете шрамы вот шрамы нужно новое искать ведь новое счастье искать новое счастье вы найдете вот видите что делается да здесь новое счастье потому что можно как бы жить в больших дискомфортных отношениях когда вы просто очень разные люди а для вас вот такое вселенная имеет такую идею жизнь счастливую а вы просто не пользуетесь этим потому что боитесь но здесь не не нужно бояться нужно идти дальше карта очень хорошая вышла карта счастье вышла и она говорит что с вами будет хорошо живем в трудное время поэтому я поддерживаю всех подписчиков своих в трудное время смотрите видите вы выберетесь это это вы выбираетесь из кризиса это достаток ваш понимаете сейчас вы закладываете сейчас именно время время в трудное время нужно закладывать свой достаток обязательно ну что достаток у вас будет в виде какая карта а у нас еще вот здесь смотрите это вот вам совет такой достаток там где ваши таланты используете вы видите и находите себе достойного партнера очень счастливая жизнь вас будет я-то вижу ну да разлука до разлука но может быть есть кто-то другой для вас какой-то новый человек понимаете но у некоторых у кого до разлуки были очень сильные отношения вот стабильные отношения так возможно что вы будете вместе со временем до нужно это трудное время не просто переждать а себя искать находить какие какой-то планами для для того чтобы реализовать то что вам дал творец чтобы свой достаток увеличивать вот этого вам важно сейчас и я в этом вам помогаю я в этом знаю толки помогая обнимашки всем из ванкувера всего самого-самого лучшего и до встречи хочу напомнить что негатива на вас нет потому что в результате расклада мы с вами отработали да мы с вами переработали это если даже что-то и было негативно мы переработали с вами если сейчас вы свободны находить себя вот это очень здорово так что я за вас спокойно приходите получайте помощь от моих видео скоро увидимся